Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья, и вы смотрите видеодайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Специалисты Skyway рассказали об альтернативе ракетного освоения космоса, которую разрабатывает Анатолий Юницкий американскому сайту о науке и технике futurism.com. 35 лет назад в интервью изданию StarFantast и популяризатор науки Айзек Азимов поделился мыслями о губительных последствиях развития цивилизации. Рассказываем о том, как эти идеи пересекают с проектами Skyway. Проект центра Skyway в Объединенных Арабских Эмиратах включает в себя строительство таких значимых инфраструктурных объектов, как поворотный круг и стрелочный перевод. О том, как устроены инфраструктурные объекты Skyway, расскажет в новом интервью начальник КБ «Инфраструктурное оборудование» ЗАО «Струнные технологии» Алексей Стриженков. Продолжается разработка новых типов подвижного состава Skyway. Недавно стали известны подробности Univinda или модели U4651. О том, какими конкурентными преимуществами обладает новый модуль, рассказывает в интервью Виктор Горах, ведущий компоновщик Univinda. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Разработка общепланетного транспортного средства – одна из стратегических задач, которые стоят перед Skyway. Об альтернативе ракетному освоению космоса, который разрабатывает Анатолий Юницкий, информационная служба Skyway рассказала авторитетному американскому сайту о науке и технике futurism.com. Команда портала изучила точку зрения специалистов Skyway, провела собственное исследование и пришла к таким же выводам, что и сторонники строительства общепланетного транспортного средства. Ракеты на данный момент развиваются активно, однако в самом принципе их работы заложена угроза для экологии и экономическая неэффективность. Американские журналисты поставили важный определяющий вопрос о перспективах строительства общепланетного транспортного средства. Если конечный продукт сможет заменить все ракеты, которые мы готовим к запуску в рамках космической индустрии будущего, то, возможно, инвестирование в одну единственную, не использующую ископаемых видов топлива, транспортную систему того стоит. Читайте полную версию исследования на нашем сайте. Мыслители и писатели всегда мечтали о лучшем идеальном обществе и жизни в гармонии с природой. Еще две с половиной тысячи лет назад Платон, видев всю несовершенность Афин, искал идеальный мир, который получил свое воплощение в Атлантиде. Позже идеи Ренессанса выразились в утопии Тонусу Мора. Идеи Анатолия Юницкого во многом перекликаются с размышлениями о будущем великого фантаста, популяризатора науки и автора трех законов робототехника Айзека Азимова. О губительных последствиях развития цивилизации он рассказал в интервью изданию Star еще 35 лет назад, спустя десяток лет после того, как зародилась идея общепланетного транспортного средства. О том, как именно прогнозы великого фантаста перекликаются с проектами SkyWay, читайте на нашем сайте. Строительство центра SkyWay в составе инновационного научно-исследовательского технологического парка Эмирата Шарджа – очень большой и сложный проект. Он включает в себя строительство таких больших и значимых инфраструктурных объектов, как поворотный круг и стрелочный перевод. Эти объекты позволяют изменять направление движения транспортных потоков, а также осуществлять съезд транспортных средств на технологические пути в зоны стоянки и технического обслуживания. Необходимость разработки собственных конструктивных решений была обусловлена отличием транспортных средств SkyWay от классической железной дороги и других транспортных систем. Конструкция колес и подвески диктует ряд особенностей, которые должны учитываться при разработке инфраструктурных объектов. О том, как устроены инфраструктурные объекты SkyWay, вы узнаете на нашем сайте из нового интервью с начальником КБ инфраструктурное оборудование ЗАО «Струнные технологии» Алексеем Стриженковым. Продолжается разработка новых типов подвижного состава и транспортных комплексов SkyWay. Недавно стали известны подробности о Univind или U4651 – подвесном автоматическом пассажирском транспортном средстве системы рельсо-струнного транспорта SkyWay. Целью разработки было создание легкого модульного подвесного монорельсового пассажирского транспортного средства, предназначенного для одновременной перевозки двух человек или грузов в пределах допустимой грузоподъемности и объема модуля по городским и пригородным маршрутам по монорельсовому пути рельсо-струнной гибкой дороги с непрерывным кольцевым или маятниковым движением. Новая разработка будет наиболее востребована в малонаселенных отдаленных районах с тяжелыми климатическими условиями без развитой инфраструктуры, а также может использоваться в качестве базового транспортного средства для создания линейки монорельсовых транспортных средств со сменными модулями для обеспечения грузопассажирских и грузовых перевозок. О том, какими конкурентными преимуществами обладает новый модуль, вы можете узнать на нашем сайте из интервью с Виктором Гарахом, ведущим компоновщиком Univinda. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь, с вами была Дарья, до встречи на следующей неделе.